Казахстан. Наше время. Озеро К-32. Рыбацкая усадьба. Снято по заказу гостелерадио СССР. Основано на реальных событиях. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм снимал. Эльмира Данифовна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Решила сегодня снимать именно с нашего микрорайона Казахфильм Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот только история говорит об обратном. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас покажем, какой у нас вид здесь красивый. Мы живем в очень хорошем микрорайоне. В красивом микрорайоне. Он считается экологически чистым. Мы с этим боремся. Вот посмотрите какая у нас красотища. За злой прогнозом погоды дождя нет. Ну дождь еще в 12 часов дня. Ну вот наши занятые парабелы. В МВ центр. Так что красотища. Субтитры создавал DimaTorzok В общем у нас сегодня 28 мая. Приехали мы сюда где-то в 7 часов. В 7.30. Это у нас 117 место. Правый берег. Вот погода как всегда нашинская. А? Левый берег. Ой левый берег да. Левый берег. 117 место левый берег. Погода как всегда наша. Облачно, ветер. Ожидается дождь. Ну все наверное как мы любим. Хотя мы этого не любим. Но оно так происходит. Вот. Завез уже получается 4 вот этих вот. На карпа. Да на белого амура. Вот. Взял вот эти вот две новые удочки. Кайда про. Мудилище. Ну катушки соответственно к ним. Оранжевые. Ну прикольные. Вот. И завозил. Завез. Вот. Теперь кораблик у нас вот такой. Он у нас с GPS. Вот. Такой расцветки. Ну кстати думали будет лучше видно. Почему то хуже видно его. Вдали. Чем черный. Ну черный в машине лежит. Как запасной. Вот. Вот. Это кораблик уже вот с таким пультом. Он получается с GPS. Кстати очень удобная штука. Один раз завез. И все. И потом эти точки. Постоянно. Либо докармливаешь. Либо перезавозишь. Вот. Какая проблема была. Вначале он пищал. Без остановки. Я его под берегом. Делал вот. Получается калибровку компаса. Вот эту вот клавишу. Он не работал. Долго так. Минут 10-15 наверное я так. Помучился с этим. Он пищал. Но он точки как бы обозначает. Ну точку дома не хотел обозначать. Вот. В итоге я отплыл на метров 15-20. Там сделал калибровку. И он как бы сработал. Почему то возле берега не захотел. А там сработал. И как бы точка дома теперь есть. Вот. И короче в общем все ништяк так завезлось. Вообще просто кайф. GPS это просто кайф. В сравнении с тем что как бы мы вручную завозили это все делали. Вот поклёвок пока не было. Вот здесь я завез на толстолоба. Вот одну удочку. Может быть еще одну позже завезу. Ну чё то так смотрю по погоде. Не очень как бы. Не поймала. Да ты чё. Поймал нет чувака. Ааа. Поймал в ведро вон то вбросит с водой. Эльмира поймала красноперочку. Значит не будет. Не будем ставить еще одну на толстолоба. Поставим на судачка. Да. Да. Всё хорошо. Ну если мама поймала то значит рыбалка пошла. Мам, вы получили? Экзамены переживай за сыночка. У нас не был с экзаменами. Ну такие вот дела. Погода бы еще наладилась. Вообще было бы круто. Вот он сделал завоз. Кораблик. Мы сейчас завезли вот поставили удочку на господи судака. Вот. И вот я вот здесь вот на пульте нажал получается home. И вот он сам в ту точку где я ему обозначил дом. Сейчас как бы он приплывет. Пропищит. Типа значит он пришел на место. Итого я запомнил 6 точек у меня. У меня 6 удочек 6 точек. Вот. Это вот он просигнализировал что он приехал домой. Вообще клевая. Клевый кораблик. Клевая вот эта часть его конечно интересная. Время пол второго. Погода не то что не улучшается. Походу становится все хуже. Вот. Ни одной поклевки еще не было. От ветра только вот этот толстолоб. Ну на толстолоб это что заведено. Вот она пищит. Вот такая вот история. Ну ничего. Впереди еще у нас получается завтрашний день. Ночь. Ну по прогнозу здесь дождь. Но мы не отчаиваемся. Ждем свою руку. Сейчас вам покажу как я буду подкармливать вот вторую точку. Отплываем чуть-чуть. Так. Теперь получается выбрали вторую точку на пульте. Нажимаем отправить. Нажимаем что открыть два люка. Отправляем. Все. Кораблик поплыл самостоятельно. На вторую точку, которая у меня здесь заплаграммирована. Он доплывет. Это у нас 210 метров точка находится. Вот. Там разгрузится и вернется обратно на точку дом. На вторую точку. Увы. 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 ну такая история здесь показано что до точки у меня 170 метров еще и плыть вот 32 метра сейчас он проплыл от точки дом вот вторая точка это вот у меня левый участок мостах вроде бы до 2 . 1 2 да вот но он идет конечно вот так вот как бы зигзагом но это видать как вот работает этих gps сейчас погода плохая ну тем не менее видите волны идет прет потихонечку вот до точки тем не менее 133 132 131 метр 130 уже вот сейчас до кормит получается вторую точку погода не улучшается мы будем все 200 метров смотреть ну дальше будет ускоренная съемка отличное решение отличная батарея у кораблика хватает на 11 завозов по 200 метров плюс вот он дома все сбросил подкормил и вернулся домой очень удобно очень время без 23 клевого пока не было ветер чуть снизился вот купили вот такой матрас в rx прямо в размер размер стал ну типа самонадувающийся вот 8 сантиметров толщиной смотрите как стал идеально ну посмотрим как будет на нем спать до эльмерк нет вот там же больше видно же нет но имеется виду она просто завалилась за этот ты закрыла уже кропки мне не надо подбывать он сама надуваешь в общем такая история не знаю чё с рыбой ну погода плохая как прохладно в принципе солнца нету и ветер был сейчас от ветер перестал сильно дует но все равно дует вот мы сейчас уже на квадрокоптере полетали вот позволил ветер полетать на квадрокоптере ну вот ждем стандартное время с четырех часов клев вот посмотрим посмотрим чё как будет короче время четыре часа пошел дождь чё-то руба рыбалка как-то так не особо задается и ни разу что-то не клевал вот такая вот история по моему толстолоб поймался вот Толстолуб Подожди, не торопись Не бери Мне надо, чтобы он не зацепил А он, по-моему, зацепил сейчас наш Почему влево не ушел? Они же обычно влево уходят Прям под берегом здесь где-то ходит Вот он Зацепил леску, да? Осторожно, осторожно, Альба Тихо Давай Ага Давай Вот сука Все-таки перемотал, смотри, здесь все Все-таки перемотал так вот такой короче толстолов сейчас взвешиваем но я думаю килограмма 2 максимум маленький совсем маленький жаль 3260 слышали в общем утро воскресенье ночь прошла спокойно вообще без особых успехов ни одной поклевки не было вот ну вот такая вот сейчас погода в принципе хорошие вот теперь я на двух толстолобов закину туда из и туда вот ждем с рыбу так толстолоб у нас вроде неплохой вроде неплохой да инак а 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 что никуда он пошел разворачивать хорошо них там удочек нет так то чтобы потихонечку не торопясь чтоб устал и миры вот нет а а Продолжение следует... 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 На этом чуть больше надо взять дистанцию, всё попробуем. А ты клипсуешься, да? Сейчас заклипсуюсь, да. У меня до 100 рыбалки клипса осталось, просто не снял я её. Там озеро поменьше было. Сегодня поймаем сазана на день. Вот эта, кстати, ракета хорошая, маленькая, но она лечит нормально. Сейчас попробуем чуть дальше, на 100 метров. Там, наверное, 80 не было, наверное, 70-75. Кукуруза, да, просто? Кукуруза. Что тут это? Конопля? Конопля. Первая беседка у вас, где первая, да, вот там где-то поплавок. Вот поплавок, где фонарь, видишь, после первой, вправе, в первый фонарь, там коровы стоят. Как попал на вторую? Угу. А, вон, я вижу, попробовал. Угу. Угу. Вот ушла она. Олежек, туда не надо кидать. Я понял, я поэтому и заторможусь. В общем, а это специалист по белым амурам. Двоих уже он словил. Вот там они в мешке сидят. По 6-200 оба. Круто. А у нас пока только толстолоба. Ну вот, в итоге, наш улов. Отойдите чуть-чуть. Этот у нас сколько вышел? 3,5. Маленький 3,5. А этот? Почти 8. Почти 8. 8 килограмм 520 грамм. Взвешивали же. Вот таков. Шарпенки. Найд Estados левск brigит. То левскореном 520 грамм. Взвешивали же. Взвешивали же с 가져хай, Хлот упражн. Год pénзمة. Год норовь. О hiто, чтать bindу. Продолжение следует... Продолжение следует...